Доброе утро, уважаемые земляки! Сегодня у нас прямой эфир. За истекшее время стопоры, как мы не виделись, ситуация у нас меняется, меняется. Не в лучшую сторону, к сожалению, надо заметить. На сегодняшний день в инфекционном отделении у нас находится 40 человек. 28, да, Дженнер Николаевич? 28. 28 у нас подтвержденных на нашей лаборатории. И 7 человек, подтвержденных на федеральной лаборатории. Состояние одного из пациентов, который находился у нас на лечении, ухудшилось. Пациент находится сейчас на аппарате ИВЛ. Но, опять-таки, должен заметить, как и во всем мире, это самая опасная группа пациентов, то есть люди пожилого возраста, страдающие большим количеством сопутствующей патологии. Сегодня уже мы обсуждали с Дженнером Николаевичем, ряд пациентов у нас уже, в принципе, в которых был подтвержден диагноз. Можно готовить к выписке. Поэтому будем уже людей, наверное, скоро выписывать. В обсерваторах у нас находится 39 человек. Один из обсерваторов мы закрыли на обработку на сегодняшний день. Это общежитие. И в первом нашем обсерваторе, это на базе Кванториума, сейчас находится 39 человек, многие из которых тоже заканчивают на сегодняшний день уже свой режим изоляции. Что бы я хотел сказать еще в дополнение? На выходные я смотрел обсерваторы в Ешелкинском городовиковском районе. Они, к счастью, пока не работающие, ни одного пациента там нет. И почему именно Ешелкинский и Городовиковский? Потому что эти районы от нас отрезаны маночем. И в случае введения жесткого карантина, эти районы могут остаться у нас как бы на самоизоляции и не будет прямого сухопутного сообщения. Но готовность там очень высокая, созданы прекрасные условия, насколько это возможно создать. Поэтому оцениваю их готовность как очень высокую. Что касается сообщений в интернете о средствах индивидуальной защиты, переданных из Москвы, меня эта новость тоже глубоко, скажем так, всколыхнула. Могу сказать, что сейчас в 9 утра на скорую помощь поедет проверка, где со всех сотрудников под роспись постараемся получить информацию о том, сколько средств индивидуальной защиты получили именно сотрудники скорой помощи. Я связался с нашими московскими коллегами, они мне дали полную информацию, что они передали на скорую помощь, потому что активисты сами развозят по лечебным учреждениям эти средства защиты. И если факты подтвердятся, что хотя бы один, скажем так, из респиратора ушел на сторону, тогда предуприняты соответствующие меры. Если же факты не подтвердятся, я отдаю поручение главному врачу обратиться в правоохранительные органы за распространение заведомо ложной информации. Поэтому, когда проверка будет закончена, я думаю, что завтра в эфире я смогу вам это сообщить о результатах проверки. Ну и в своей части выступления я бы еще хотел обратиться к нашим землякам, которые сейчас находятся на удалении. То есть повсеместно по стране введен режим чрезвычайной ситуации, закрыты многие предприятия, организации, и часть наших земляков наверняка осталась в чужих городах без работы и, возможно, даже с ограниченными средствами существования. Уважаемые друзья, я обращаюсь к вам. У вас есть родина, нужно возвращаться тогда домой, если вам очень сложно и трудно в других городах. Единственное, что сделать это нужно правильно. По возвращению, во-первых, по пути следования соблюдайте меры предосторожности. Если вы возвращаетесь домой в абсолютно здоровом состоянии, дома не спешите посещать друзей и родственников, все равно на 14 дней останьтесь на домашней изоляции. Минимизируйте контакты и переждите эти 14 дней дома. Если же вы возвращаетесь с признаками простудного заболевания, хотя бы с малейшими, то по возвращению, не идя никуда, сразу обратитесь в ближайшее медицинское учреждение в своем районе или городе. И там уже дальше медики разберутся, как вам поступать дальше. Самое опасное, это, конечно, заразить своих друзей, своих близких, своих родных. Поэтому мы вас здесь ждем, но давайте минимизируем риски. Мы всегда будем рады своим землякам, которые возвращаются на родину, сделаем все возможное, чтобы это возвращение было, скажем так, абсолютно безопасным. Сейчас я передам слово Джангер Николаевич, а потом мы уже будем, сможем отвечать на все вопросы. Добрый день, уважаемые земляки, друзья. Статистика на сегодня такая. 28 больных, из них 7 подтвержденных федеральным центром, как сказал Юрий Викторович. У нас больше 400 человек контактных. Со вчерашнего дня у нас изменилась схема подтверждения лабораторных анализов. Теперь мы будем пробы возить не в Москву, а за нами закреплены противочумные институты города Волгогорода и Ставрополя. Надеюсь, теперь лабораторное подтверждение высокого уровня наших исследований будет проходить быстрее, мы станем получать быстрее результаты. Плюс это короткое плечо. Что касается в общем эпидемиологической ситуации, то я не вижу улучшений. На сегодняшний день мы сталкиваемся с несколькими проблемами. Первая проблема. При опросе больного при установлении круга контактных лиц несознательные граждане не указывают всех, с кем они контактировали за последние 14 лет. Я могу сказать... Дней. Дней. 14 дней. Я понимаю, что есть проблемы, что не помнит человек, с кем общался и так далее. Поэтому хотел бы обратиться к нашим жителям, что если вы знаете, что вы были в контакте с больным, а информация о том, что человек госпитализирован, это уже быстро распространяется в кругу, в близком, через соцсети, через другие источники, просьба обратиться на горячую линию Роспотребнадзора, представиться, назвать фамилию, имя, год рождения, адрес и сказать, с каким больным он был в контакте. Оставаться дома на самоизоляцию и ждать приезда медицинских работников для проведения всех манипуляций, в первую очередь для проведения отбора проб на дальнейшие исследования на коронавирус. Наши горячие линии Роспотребнадзора это 8906-176-53-86 и 906-176-53-87. Вчера буквально у нас был зарегистрирован факт заболевания коронавирусом у гражданина, который работал продавцом в магазине одной из федеральных торговых сетей. В связи с этим я хотел бы обратиться к жителям, что в условиях карантина, самоизоляции на сегодняшний день действующие объекты торговли становятся одним из источников распространения инфекции. Гарантировать полное выполнение дезинфекционного режима в этом объекте я не могу. А к таким мероприятиям относятся это и применение дезинфицирующих средств в полном объеме в соответствии с инструкцией соблюдением основного процента дезинфицирующего раствора и кратности обработки. Это смена масок каждые два часа продавцами. Это обработка ручек дверей и прилавков. Это проведение текущих и заключительных дезинфекций на этих объектах. Поэтому просьба дорогие жители наши земляки при посещении объектов торговли соблюдать меры личной гигиены. Сегодня они будут размещены на инстаграме управления Роспотребнадзора. Также они широко представлены в соцсетях. Поэтому просьба к вам будет. Я еще раз напомню, что в условиях социальной изоляции карантина объекты массового посещения, объекты торговли становятся тем местом, где люди обмениваются в свои микробиоты. И никто не защищен. И вот этот факт последний заболевания коронавирусом продавца одной из федеральных торговой сети он очень показатели. Могу привести один из фактов, когда один из заболевших при встрече с другим человеком, там касалось отдачи долгов, человек просто пересчитал деньги, вышел из машины, вытащил сигарету и закурил. И вот этих двух-трех минут общения ему хватило для того, чтобы заразиться. также я хочу обратиться к жителям, что на сегодняшний день управляющие компании должны обрабатывать подъезды, ручки дверей, детские площадки. И те граждане, которые видят, что управляющая компания не исполняет свои обязанности, я не то, что прошу, я требую, чтобы вы обращались непосредственно на горячей линии мэрии города и листы. к ним примут меры и ваши условия безопасной жизни будут соблюдены. Управляющая компания понесет все наказание. Также могу сказать, что на сегодняшний день в целях лабораторного исследования запущены две лаборатории. В целях широкого охвата групп риска, а это медицинские работники в первую очередь, это органы полиции, которые помогают нам и участвуют в проведении противоэпидемических мероприятий, профилактических мероприятий. Это группы риска, это больные с пневмониями, с другими признаками катаральных явлений, это призывники, которые сейчас еще идет весенний призыв. И другие группы риска теперь будут обследоваться на базе Элистинской противочумной станции. Также начала работать лаборатория Министерства здорового хранения на базе инфекционного стационара. Ну и конечно основная лаборатория это Роспотребнадзор, который занимается исследованием контактных и больных лиц. Но на сегодня такие вопросы. не могли бы пояснить для наших земляков, которые будут возвращаться из других городов, как им дома организовать самоизоляцию напомнить, если они допустим не имеют возможности жить одному 14 дней, какие меры стоит принять? Если у вас отсутствуют возможности жить одному, то нужно принять хотя бы самые элементарные меры. Во-первых, желательно отдельную комнату. Если нет отдельной комнаты, то как можно дальше, сохраняя дистанцию полтора-два метра, можно оборудовать все места от других членов семьи. Это обязательно отдельная посуда, отдельное полотенце и другие предметы личной гигиены. это применение дезинфицирующих средств в течение дня, проведение влажной текущей уборки с применением дезинфицирующих средств. Протирается все горизонтальные поверхности, особенно это касается туалета и ванна, ручки, дверей, краны. Это постоянное проветривание. Кстати, я забыл сказать, что желательно это место спальное оборудовать на солнечной стороне. Ультрафиолетовые лучи, прямые солнечные лучи, негативно влиять на продолжительность жизни этого вируса. По последним данным, проведенным нашей службой в городе Москве, где в условиях жесткого текущего эксперимента проводится параллельно с противоэпидемической работой, также и анализ текущего возбудителя, мы можем с уверенностью сказать, что средняя продолжительность выживания вируса во внешней среде в зависимости от материала 72 часа. что можно сказать по еще эпидемиологическим признакам вот этого текущего процесса, уже можно с уверенностью сказать, что этот вирус высоко контагиозен. При кратковременном контакте клинические признаки у человека возникают уже на второй-третий день, и с этого момента он становится заразен. Последние лабораторные исследования заболевших показали, что очень большая запредельная вирусная нагрузка у человека при отсутствии клинических симптомов. Поэтому на сегодняшний день говорить, что мы полностью защищены, что больные контакты находятся под медицинским наблюдением, нельзя говорить. Среди нас ходит много тех, кто не обращается до несознательных личностей. Я благодарен Юрию Викторовичу, который напомнил, что те земляки, которые будут возвращаться из неблагополучных регионов, в первую очередь из больших городов-миллионников, проявите заботу своих близких, подумайте о своих гражданах, о жителях, о наших соседях и земляках, примите все меры личной гигиены и самоизоляции. Да, по современным данным, на сегодняшний день уже абсолютно доказано, что в России более 25% из числа заболевших вообще не проявляется никаких симптомов. То есть человек даже не знает о том, что он переболел коронавирусом. Каждый четвертый. То есть скрытое носительство коронавируса оно протекает у каждого четвертого пациента. И он даже не подозревает, что он болен. Я не зря повторяюсь. Поэтому нужно понимать, что средства индивидуальной защиты и соблюдение эпидрежима на улице, в общественных местах, оно обязательно. Человек может даже не знать и не подозревать о том, что он перенес данное заболевание или в данный момент у него протекает. Но оно у него по факту есть. Ну, уважаемые земляки, теперь мы готовы отвечать на ваши вопросы. Первый основной вопрос, который здесь посыпался после вашего выставления, Джангий Николаевич, озвучите какой магазин. Нет, я не смогу озвучить магазин, я сказал достаточно, потому что это и врачебная тайна, и все остальное. Поэтому я сказал, что на сегодняшний день любой торговый объект становится местом обмена той микробиоты, которую человек обладает на сегодняшний день. Хорошо. Кто контролирует автоматы по продаже воды и обрабатывает ли их? Согласно указу главы о наложении противопеденческих мероприятий, каждый работодатель обязан сам соблюдать этот дезинфекционный режим. И поэтому это все зависит от самосознательности владельца этого объекта. Сижу уже 10 дней на самоизоляции, через 4 дня можно покинуть дом? Сколько дней? Уже 10 дней на самоизоляции. 14 дней максимальный инкубационный период на сегодняшний день рекомендованы всемирной организацией. Да, если у вас нет никаких признаков заболевания, после истечения 14 суток человек может вести себя в свободном режиме, но опять-таки соблюдением мер тех, которые необходимы. Так, когда будет сдача платных анализов и не противоречит ли это условиям карантина? Сдача платных анализов сегодня понедельник, согласно соглашению, которое мы заключили с частной медицинской лабораторией, сегодня они должны привезти все необходимое оборудование и организовать забор. И опять-таки повторюсь, эта частная лаборатория за деньги будет работать для желающих. Всем, кому необходимо сделать по клиническим показаниям исследования, они будут проводиться бесплатно. Вопрос по пожарной части. Да, один из пациентов, который контактировал из нашего первого очага, заявлялся сотрудником пожарной части. Сегодня он находится в инфекционном госпитале, сотрудники, которые работали с ним в пожарной части, находятся на самоизоляции под домашним наблюдением. Лабораторные исследования им проведены, контрольные исследования будут также сделаны через определенный срок на десятые сутки, пока среди них других заболевших нет. На объекте была проведена заключительная дезинфекция, вплоть до оборудования и машин. Как часто должны обрабатывать подъезды? Как минимум раз в сутки. Почему те, кто выписывается из обсерватора, не дают интервью, им запрещено? Никто никому не запрещает, это абсолютно свободная страна, и каждый человек может дать интервью, Единственное, что мы не будем давать списки, разглашать фамилии, сами понимаете, это запрещено. Если люди желают дать интервью в средствах массовой информации, как им было в обсерваторе, как там условия, и все остальное, пожалуйста, никаких запретов нет. Все подтвержденные были ранее госпитализированы или это из числа новых? Давайте я отвечу. один из показателей нашей работы это выявление контактных, выявление больных и принятие противоэпидемических мероприятий со стороны системы здравоохранения, это своевременное эффективное лечение. Могу заверить, что на сегодняшний день все 28 больных, которые были выявлены и лабораторно подтверждены, находились или на лечении условия инфекционного стационара, или находились в помещениях обсерватора и изолятора. Как пройти справку для работы окулиста, психиатра, нарколога? Вопрос на сегодняшний день сложный, потому что плановые мероприятия закрыты. Если вы планируете выйти на работу, особенно в другой регион, я бы рекомендовал вам сначала пройти обсерватор 14 дней, подтвердить, что вы абсолютно здоровы, на этот период, а потом покидать территорию Республики Калныкия. Справку получить можно, обход специалистов можно получить в поликлинике. У вас на входе замеряют температуру, если вы не болен, то вы можете пройти всех необходимых специалистов, они находятся на своих рабочих местах. Не будут ли очереди в лабораториях, что будет способствовать передаче инфекции? Этот вопрос нас, конечно, тоже очень сильно пугает, и мы более всего организуем сначала онлайн-запись, куда люди будут приглашаться, и не будем принимать в порядке живой очереди. Но сегодня, если эти специалисты этой фирмы приедут и привезут соответствующее оборудование, это будет одним из условий работы создания колл-центра по дистанционной приеме и разносе пациентов, потому что создать давку и толчаю мы не позволим, лучше пусть эти центры не работают, чем будут работать в таком режиме. Еще хотел бы добавить, что нужно будет соблюдать определенные меры, вот как при покупке в торговых магазинах, это соблюдение социальной дистанции, однозначно минимум полтора-два метра, и применение одноразовых всех расходников со стороны лаборатории, также применение полностью дезинфекционных мероприятий. когда ожидается пик заболевания? Ну, если мы будем сходить из текущей ситуации, с учетом характеристика вируса инкубационного периода, с учетом, если у нас будет подпитка этой инфекции вылезти извне завоза, то мы прогнозируем вторая половина апреля, начало мая. Тут одна дискуссия по поводу магазина, все еще люди предполагают сами. Я бы хотел сейчас немного сказать о средствах индивидуальной защиты. Во-первых, приказ шить маски для медицинских работников марлевые издал я. Почему я это сделал? Потому что после консультации с противочумной нашей инстанцией и исходя из личного и жизненного опыта из истории вообще системы здравоохранения марлевые повязки прошли испытания в более чем столетнем времени. И на сегодняшний день сотрудники противочумной станции в инфекционных боксах работают с живыми культурами чумы, сибирской язвы, туляремии именно в таких масках и никто из них не заболел. И то, что этот выбор делал правильно, подтверждает текущая ситуация работы в инфекционном отделении. Потому что сотрудники инфекционного отделения работают и признаков массового заражения внутрибольничного персонала мы также не имеем. кроме и марлевая маска обладает завязками и эти завязки не могут слететь неожиданно сухо как те резинки которые сейчас одеты у меня. И это дополнительная мера защиты. Кроме того марлевую повязку можно пометить в различные цвета. И если весь персонал больницы в 8 утра будет одевать маску с зеленой отметкой а в 12 часов с красной то при встрече с друг с другом если кто-то на 12 часов будет идти в маске зеленой отметки это дополнительная мера контроля любой встречный сотрудник скажет ему тебе пора сменить маску это дополнительная мера безопасности и эти маски они абсолютно безопасны и абсолютно обладают барьерным действием поэтому здесь с целью безопасности защиты медицинских работников это был мой приказ и моя личная рекомендация медицинским работникам организовать во всех организациях пошив таких масок потому что я считаю на сегодняшний день их абсолютно безопасными вчерашний вопрос скажите пожалуйста почему нет доплат вечером водителям скорой помощи и вообще медперсоналу контактирующему с больными на сегодняшний день как я уже объяснял в пятницу или в субботу средства идут из разных источников первый источник это ОМС они получают второй источник это республиканский бюджет и третий источник это федеральный бюджет поэтому заработная плата по месяцу будет складываться из трех платежек первая платежка из ОМС вторая платежка из резбюджета третья платежка из федерального бюджета если хотя бы в одном медицинском учреждении мы вчера опять разговаривали с нашим председателем профсоюзного комитета в конечном итоге по месяцу люди получат менее тех сумм которые были им указаны прошу обращаться лично ко мне к соответствующим руководителям и бухгалтериям будут приняты меры средства на выплату заработной платы у нас есть в полном объеме у моей мамы астма и с января она не получает препараты по бесплатным рецептам ингаляторы федеральная льготник как быть пришлите мне данные выйдите на нас персонально по фамилии в прямом эфире на всеобщее обозрение не будем озвучивать фамилию я постараюсь решить этот вопрос сотрудник магазина заболел получается это не от нулевого заболевшего нам это трудно предположить я могу сказать что по цепочке контактов она все равно идет к источнику инфекции к нулевому пациенту мы в связи с тем с той проблемой которую я указывал что часть больных не указывает всего полного круга контактных и только потом выясняется что он был в контакте с тем или ином человеком а еще такая особенность что когда человек уже лабораторно узнает подтвержденный диагноз коронавируса он сразу резко вспоминает еще несколько десятков человек которых до этого умышленно скрывал это затягивает работу это несет эпидемиологическую опасность это несет лишние материальные человеческие другие ресурсы и самое главное мы опаздываем с момента появления первого больного 24 числа прошло уже 14 дней из-за вот таких нерадивых больных которые не указывают всех круга контактных и тех мест которые он посещал эта вспышка затягивается поэтому пока граждане не будут нам помогать сами не будут говорить что они были с кем в контакте если сами контакты не будут проявлять активность и звонить на горячую линию нам нам будет тяжело справиться мы не можем прервать цепочку передач почему в Лаганской больнице самим нужно отправлять анализ на коронавирус а если у человека нет денег первый раз слышал что это за пожалуйста обратитесь ко мне и если это действительно так во первых вы не имеете права отправлять анализ коронавирус сами вы не знаете как сохранить и если в Лаганской больнице действительно кого-то направило самого скорее всего здесь человек заблуждается потому что у нас есть на сегодняшний день сортировочный так называемый госпиталь через который проходят все больные с показаниями на коронавирус которых обследуется лабораторно бесплатно в условиях стационара у нас нет на сегодняшний день ни одного платного анализа на коронавирус это официально и неофициально просто нет таких лабораторий в республике Палмыкия которые могли бы сделать анализ на коронавирус кроме тех которые работают бесплатно платно услуги еще лаборатория к нам не зашла как быть со скринингом и почему врачи из женской не ходят по домам врачи из женской консультации опять-таки по моему распоряжению ведут максимально дистанционный прием если есть угроза беременной боли выделения чувства нездоровья или что-то такое к вам обязательно приедут если же это просто осмотр по сроку определенному то лучше от него воздержаться осмотр беременной гинеколога акушер-гинеколога на дому провести невозможно ни у кого нет дома акушерско-гинекологических кресел если есть показания изменения в состоянии здоровья вас осмотрят в медицинском учреждении если состояние здоровья у вас в норме то лучше остаться пока дома сегодня ночью после 12 часов полиция искала мужчину который сбежал с инфекционной больницы подскажите пожалуйста нашли его нашли плановая госпитализация в онкодиспансер должна быть у человека ехать ли ему да конечно онкодиспансер у нас работает в полном объеме онкология не то заболевание сроки лечения которого можно перенести хорошо ли если человек переносит скрыто коронавирус для человека хорошо для его окружения очень плохо я бы еще хотел добавить что по последним данным уже видно что человек который переболел без клинических проявлений у него не вырабатывается иммунитет и он в дальнейшем не гарантированно что он не заболеет вновь вот тут пишут что в инфекционной больнице нет градусников медикаментов тонометра медикаменты для лечения коронавирусной инфекции у нас в полном объеме в достатке это ложная информация градусники имеются ну и все остальное тоже как узнать был контакт или нет если не знаешь с кем ну так вопрос о том что не озвучивается с фамилией больных ну есть федеральное законодательство есть понятие служебной врачебной тайны поэтому в нашем обществе тяжело что-то скрыть иногда если сами больные выходят в инстаграм выходят в официальные паблики инфекционного отделения то я думаю это не является большим секретом но ни Роспотребнадзор ни Минздрав по фамильной списке заболевших публиковать не будет никогда есть ли заболевшие в районах в районах заболевших на сегодняшний день нет какие первые признаки в первые два-три дня согласно данным всемирной организации здравоохранения все-таки первый признак это повышение температуры тела а так коронавирус укладывается в стандартную схему простудного заболевания мэр москвы своим указом разрешил салоном красоты имеющим медицинскую лицензию работать имеем ли мы право работать имея такую лицензию на сегодняшний день это вопрос не к нам почему врез больницы не делает пациент диагностику ковид потому что у них отсутствует разрешительная документация на работу с третьей и четвертой группой патогенности салоны связи будут работать это не к нам вопрос но на одном из заседаний последний этот вопрос поднимался главой республики предварительно должен был этот вопрос проработать вот возвращается к пациенту который подключен к ВЛ в целом спрашивает как самочувствие заболевших состояние этого пациента тяжелое состояние остальных пациентов стабильно либо удовлетворительное либо там ближе к средней тяжести в зависимости от сроков клинического течения заболевания тут посыпались адреса тех домов где не обрабатывают и недобросовестные управляющие компании скажите Джангар Николаевич как просьба обращаться в администрацию мэрии города Листы ну а те которые попали к нам мы передадим в мэрию сегодня же также я хотел сказать что благодаря своевременному принятию мер орган в правительстве в республике Калмыкия было закуплено несколько установок по производству дезинфицирующего средства аналита и как побочного продукта от этого процесса производство каталита одного из хороших моющих средств также было переведено на усиленную работу установка электролизная установка по производству аналита в городе Лагане размещенной на водоканале на сегодняшний день на бесплатной основе на базе мэрии города Листы и Центра гражданской защиты населения Министерства ЖКХ производится бесплатная раздача дезинфицирующих средств просьба зайти на информационные ресурсы мэрии города Листы посмотреть ближайший адрес где распределяют эти дезинфицирующие средства и необходимое количество взять себе и соблюдать и применять в домашних условиях можно ли попасть на прием к герматологу и в условиях карантина если есть показания конечно почему работает рынок на первом согласно постановлению правительства Российской Федерации все объекты торгующие продовольственными товарами продуктами они должны работать как выписать рецепты в онкологическом диспансере на звонки не отвечает тоже обратитесь ко мне и когда вы звонили я разберусь онкология работает в штатном режиме я уже повторялся онкология не те заболевания которые можно менять режим работы будет ли возможность пожилым сдать тесты на дому мы организуем эту систему они входят в группу риску старше 65 лет с хроническими заболеваниями мы выйдем на рабочий режим и я думаю мы осуществим такую схему просто сейчас в первоочередном порядке мы должны обследовать всех медиков работников силовых структур и работников всех экстренных служб которые находятся круглосуточно в своем рабочем посту это займет у нас я думаю неделю через неделю войдя в штатный режим работы всех наших трех лабораторий в инфекционной больнице в Роспотребнадзоре и противочумной станции тогда мы сможем обследовать дополнительные группы населения когда будут открыты непродовольственные магазины согласно согласно указу президента мероприятия так называемого карантина продлены до 30 апреля но некоторые несознательные предприниматели вводят в ассортимент продающий свой товар один из товаров того перечня товаров первой необходимости и начинает работать я призываю все-таки предпринимателей ограничить свою деятельность если они все-таки работают то полное применение дезинфекционных мероприятий ультрафиолетовый облучатель кварцевого домашнего использования убивает вирус? да он убивает он очень эффективен но нужно понимание как его правильно использовать потому что при неправильном использовании ультрафиолета можно подсушивать слизистые это приносит вред правомерно ли строительство жилых массивов в данное время? тяжелый вопрос понятно что людям без жилья нельзя остаться но до 30 апреля когда мы ожидаем все-таки либо пика заболевания либо спада я бы не советовал я бы тоже не советовал Джангар Николаевич закрыли ли этот магазин или провели какую-то обработку? да там проведена заключительная дезинфекция весь персонал взят на медицинский контроль как контактный но опять же я говорю что я не могу гарантировать что на этом объекте или других соблюдает дезинфекционный режим я не вижу как часто меняет продавец маску показывает ли нам в течение года одну и ту же банку с дезинфицирующим средствам с просроченным сроком годности с какой периодичностью он обрабатывает ручки дезинфицирующими средствами есть ли там разметка до социальной дистанции применяются ли другие средства для убивки этого я это не гарантирую человек инвалид нужно запломбировать зуб в центральной стоматологии говорят пока нельзя если нет острой боли пока нельзя спрашивает про ситуацию с КГЛ да мы ждем ждем да у нас идет сезон активизации этого эпидемического процесса природно-очаговых инфекций и не только конго-крымско-геморрагической лихорадки буквально недавно у нас методом ПЦР выделено возбудитель чумы на иргенинской возвышенности так что помимо конго-крымско-геморрагической лихорадки у нас еще проявление других природно-очаговых инфекций и все это на фоне пандемии коронавируса COVID-19 надо ехать в другой регион в командировку правильно ли я поняла что нужно полежать в обсерваторе достаточно ли того что я уже 10 дней на самоизоляции дома никаких ограничений на передвижение между регионами на сегодня нет так сколько времени проводят в обсерваторе 14 суток с момента контакта с больным все 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 тогда прощаемся до завтра все вопросы ваши мы запишем спасибо взамен всего доброго удачи вам здоровья